Уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне, прежде всего, выразить признательность госпоже Пак Конхё и премьер-министру Японии господину Синдзе Абе, который уже уехал. Но я хотел бы обоих поблагодарить за то, что они приняли наше приглашение и в качестве почётных гостей приехали на Восточный экономический форум. Как вы знаете, сегодня мы с утра вместе, втроём, открывали на острове Русский один из крупнейших в мире океанариумов. Собственно, я говорил на пленарной сессии, и не океанариум, а центр научный, образовательный, просветительский. Мы поделились видением актуальных проблем и перспектив выстраивания региональной экономической интеграции ВТР в ходе переговоров. Поговорили о том, как активнее привлекать зарубежных бизнесменов и иностранных наших коллег к российским программам комплексного развития Дальнего Востока России. Отмечу, что интерес к работе форума со стороны деловых, общественных и политических кругов Азиатско-Тихоокеанского региона растёт. В этом году Владивосток принимает более трёх тысяч гостей – бизнесменов и инвесторов из 35 стран мира. С Советским Президентом мы сегодня провели двухсторонние переговоры, которые прошли в деловой и конструктивной атмосфере. Детально обсудили ключевые аспекты многопланового российско-корейского взаимодействия. Отмечу, что Республика Корея – важный и перспективный партнёр России в АТР. Между странами поддерживается интенсивный политический диалог. Это наша третья встреча с госпожой Пак Кэнхё за последний год. Осуществляются контакты с участием парламентских кругов по линии Министерства иностранных дел, других отраслевых министерств и ведомств. Работает межправкомиссия. Тесный и взаимовыгодный характер традиционно носят наши двухсторонние экономические связи. К сожалению, в прошлом году на фоне непростой мировой конъюнктуры товарооборот между нашими странами сократился. И сегодня мы как раз обсуждали, что нужно сделать для того, чтобы вернуть наш товарооборот на устойчивый тренд подъёма во имя интересов наших стран. У нас накоплен хороший опыт инвестиционного сотрудничества. Капитановые вложения корейских компаний в российскую экономику превышают 2,3 миллиарда долларов. В нашей стране успешно работают порядка 600 корейских компаний. Кстати говоря, делегация из Кореи – одна из самых представительных на Восточном форуме. Актуальной задачей является совершенствование финансовой инфраструктуры партнёрства. Считаем важным активизировать работу совместных инвестиционных платформ, учреждённых по нашей с госпожой президентом инициативе ещё три года назад. Обсудили перспективы взаимодействия в топливной и энергетической сфере. Это касается и углеводородов, и электроэнергии, и атомной энергии. Только в прошлом году с месторождения «Сахалин-2» в Корею было поставлено полтора миллиона тонн жиженого природного газа. В сфере мирного атома Россия обеспечивает порядка 20% потребностей атомных электростанций Кореи в обогащённом уране. В России прорабатываются варианты поставок российской электроэнергии на корейский полуостров. Развивается промышленная кооперация. Успешно на российском рынке работает концерн «Хёнде Моторс». В прошлом году с конвейера его завода в Петербурге сошёл миллионный автомобиль. «Самсунг» производит в нашей стране электронику и бытовую технику. Корейскими подрядчиками реализуются крупные заказы наших перевозчиков, в том числе «Совкомфлота» на строительство шести танкеров-газовозов ледокольного класса. «Роснефть» при участии корейских фирм намерена модернизировать мощности судостроительного комплекса «Звезда». В планах национальной химической группы построить в находке новый завод по производству минеральных удобрений. Корейские партнёры подтвердили интерес к созданию зоны свободной торговли с Евросийским экономическим союзом. Мы готовы вместе подумать над состыковкой наших интеграционных планов и идей госпожи президента в рамках её евразийской инициативы. Конечно, рассчитываем на участие наших партнёров в территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, в портон Владивостока, других свободных портах, которые мы создали, режим которых создали здесь, на этих территориях. Особое значение придаём гуманитарным обменам. Этому способствует, конечно, и введение безвизового режима с 2014 года. Поддерживаем предложение партнёров провести в 2017 году неделю корейской культуры в нашей стране, в России. Разумеется, в ходе переговоров мы обстоятельно говорили и о пунктуальных вопросах международной повестки дня, включая ситуацию на корейском полуострове. Хочу подчеркнуть, наши страны не приемлют самопровозглашённый ядерный статус Пхеньяна. Россия считает, что решение ядерной проблемы на корейском полуострове должно осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии. Необходимо добиваться снижения уровня военной конфронтации, формировать основу для взаимного доверия между всеми государствами региона. И, конечно, нужно всячески избегать любых провокаций и нагнетания обстановки. Ещё раз подчеркну, что только объединив усилия, мы сможем создать благоприятные условия для сближения стран региона в целях обеспечения стабильности, безопасности и процветания. И в завершение хочу ещё раз поблагодарить госпожу Пак Кэнхё всех наших корейских коллег за откровенные и содержательные переговоры сегодня. Убеждён, они послужат дальнейшему продвижению нашего всестороннего сотрудничества. Благодарю вас за внимание. Я с радостью хочу отметить, что сегодня мы с президентом Путиным провели знаковую встречу в сердце Дальнего Востока во Владивостоке, который станет путеводителем для развития корейско-российских отношений. Мне предоставлены возможности в качестве почётного гостя принять участие и выступать в встрече на Восточном экономическом форуме, который является платформой новой восточной политики России, проводимой президентом Путиным в рамках российско-национальной стратегии. И мы с президентом провели четвёртый по счёту переговора. В уходе встречи мы обменялись мнениями и поделились введениями по необходимости укрепления сотрудничества на Дальнем Востоке, где коррелируется проводимая мною евродийская инициатива с вашей новой восточной политикой. И снова подтвердили, что урегулирование ядерных проблем и других вопросов в Северной Корее, Корея и Россия являются важными партнёрами. Мы, как главы государств, договорились укрепить практическое сотрудничество в Дальнем Восточном регионе России, уделив внимание его стратегическому значению. Я верю, если объединить богатство природных ресурсов в Дальнем Востоке России с капиталом и технологиями Кореи, этот регион может стать новым голубым океаном для просветания наших стран. Для этого очень важно, чтобы постоянно создавались, пусть и небольшие, но успешно реализуемые истории успеха и укреплялись доверительные отношения и уверенности в успехе, которые будут непрерывно стимулировать добродетельный круг двустороннего сотрудничества. Уже многие корейские предприниматели активно расширяют коммерческие деятельности на Дальнем Востоке в области сельского хозяйства, рыболовства и инфраструктуры. Надеюсь, что будет расшириться их сотрудничество с созданием высокой добавочной стоимости и прочной основы для сотрудничества, особенно в сфере промышленности. Сегодняшний мой вид стал более значимым, поскольку в ходе НИБУ был подписан ряд соглашений и меморандумов в различных сферах, таких как здравоохранение, медицинское обслуживание, Арктика, промышленности, Океан, взаимодействие в спасательных операциях, которые создали более прочную договорно-правовую базу в нашем сотрудничестве. В частности, расширение сотрудничества двух стран в сфере здравоохранения и медицинского обслуживания, в том числе дистанционного лечения на основе ИКТ, имеет особенно важное значение, поскольку это может внести вклад не только в улучшение благосостояния дальневосточного региона, но и в расширение двустороннего сотрудничества с сферой с высокой добавочной стоимостью. Сегодня утром на российско-корейском-корейско-российском бизнес-диалоге мы убедились в горячем стремлении предпринимателей наших стран. Надеемся, что такие усилия дадут большие результаты. Мы, как главы государства, провели обмен мнениями по широкому кругу вопросов по укреплению святей на евразийском континенте. Республика Корея завершила продолжавшееся на протяжении 9 месяцев совместное исследование с ЕАЭС, где Россия играет центральную роль по вопросу заключения соглашений о создании зоны свободной торговли. И по итогам была создана базовая основа для начала переговорного процесса. Это имеет огромное значение с точки зрения региональной интеграции и укрепления свободной торговли. В заключении для дальнейшего расширения корейско-российского взаимного благоприятного сотрудничества прежде всего очень важно, как можно скорее решить северокорейскую ядерную и ракетные проблемы, которые представляют собой самую большую угрозу безопасности в этом регионе. Мы с президентом Путиным согласились еще больше укрепить наше стратегическое общение в решении северокорейских ядерных проблем и других вопросов. Наряду с угрозами дальнейших ядерных испытаний, Северная Корея заявляет о том, что нанесет превентивные атаки. Для нас это смертельные угрозы из-за того, что мы живем в зоне минутно достигаемых ядерных ударов в Северной Корее, вероятность которой день от дня возрастает. Они усовершенствуют свои технологии по разработке запуска полистических ракет, даже подробных судна. В таком контексте, если ответственному правительству должны делать что-нибудь для защиты безопасности своего народа. Если международное сообщество не будет иметь твердой решимости и предлагать неотложные меры по регулированию северокорейских ядерных и ракетных проблем, это может нанести угрозу миру и безопасности не только в Северо-Восточной Азии, но и в мировом сообществе в целом. Сейчас в полной мере реализуется принятая резолюция Совета безопасности ООН-2970, содержащая наиболее жестких санкций в отношении Северной Кореи. И поэтому именно сейчас самый последний момент повлиять на изменение действия Северной Кореи. С этой точки зрения, благодаря лидерским качествам президента Путина, правительство Российской Федерации имеет твердую позицию относительно обладания Северной Кореей ядерным оружием и играет конструктивную роль в реализации резолюции Совета безопасности ООН по удержанию Кореи от дальнейшей провокации, за что мы выражаем слово благодарности. Северная Корея должна продемонстрировать искреннее намерение отказаться от ядерного оружия, а также должна быть открыта к диалогу ради денуклеаризации. Если это произойдет, то мы с радостью предоставим Северной Корее возможности достижения мира и совместного процветания. Я надеюсь, что мы станем надежными и доверительными партнерами, стремящимися к миру и процветанию на Корейском полуострове, по Северо-Восточной Азии, Дальнем Востоке, Евразийском регионе и на мировой арене. И для этого я хочу продолжать беспрерывный диалог и обмен, и вывести наше сотрудничество на качестве, на новый уровень. Для этого я хочу выразить свое почтение президенту Путину за успешное проведение Восточно-экономического форума. Твердо уверена в том, что сегодняшнее наше встрече станет путеводителем для дальнейшего развития корейско-расийских отношений на взаимовыгодной основе. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ